Я родилась на Ставрополье, там отучилась, закончила школу, мне очень хотелось стать медиком. То, чтобы стать врачом-педиатром, такого желания у меня особо не было. И, как ни странно, но это, наверное, судьба, я поступала в Ставропольскую академию. И когда мы с мамой вошли сдавать документы, самый низкий конкурс был на педиатрию. И это решило, наверное, мою судьбу, потому что, чтобы уже наверняка поступить в медицинский институт. Отучившись два года, я вышла замуж, муж у меня военный, мы приехали с ним на Власиху. Так как я была студенткой уже третьего курса, я поступила во второй мединститут, который успешно же и закончила. Тяжело было. Так сложилась моя жизнь, что я пришла проходить интернатуру на базе Одинцовской областной больницы. Это было в 92-м году. И я сразу попала в стационар. И стационар, вот именно педиатрия, да, это был такой вот хороший сплоченный коллектив. Чтобы получить какую-то еще дополнительную специальность, вот на тот момент у меня не было абсолютно. Именно то, что это была стационарная работа, это когда ты не знаешь, что тебя ждет завтра, послезавтра, что тебя ждет через каждые 5 минут, да, когда поступает тяжелый ребенок, и ты должен быстро сориентироваться и начинать ему помогать, да, вот это меня, конечно, захватило. И когда ты встречаешь этих детей, да, уже пройдя столько времени, они уже выросли, они уже стали сами родителями, они приводят сюда этих детей. Каждый день вот это вот на них смотришь, да, и думаешь, Господи, ну надо же, такой маленький был. К нам привезли ребятенка, у которого была пароксизмальная тахикардия. Направил участковый врач, вот Кардашова Екатерина Михайловна, она работает, да, и она, придя на прием к этому пациенту, она увидела, что ребенок тяжелый, этот ребенок был месячный, и она направила к нам педиатрическое отделение. В связи с тем, что мы не могли восстановить ритм в стационаре, отправили в реанимацию. Мы вызвали доктора, она мне говорит, ты знаешь, я не довезу этого ребенка, я не довезу, он погибнет. Ввели препараты, то есть создали все условия для перевозки, КВС, кислород, и этот ребенок доехал. Я, ну, православный человек, и я маме говорю, вы знаете, его надо обязательно покрестить, этот ребенок должен быть еще под Божьей защитой. Так сложилось, что я, так как там никого не было, я покрестила этого ребенка, и этот ребенок доехал. Сейчас эта девочка уже взрослая, ей 14 лет. Я являюсь крестной мамой этого ребенка. Мы с ними встречаемся, мы с ними дружим. Проработав уже больше 35 лет в педиатрии, мне кажется, это самая лучшая специальность, которая есть в медицине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова